Всем привет ребятки, это Мнев и сегодня у нас снова SSD и снова Kingston и старшая модель можно так сказать KC2000, уже на сегодняшний день появился KC25, но пока до России они еще не доехали И до этого мы с вами разобрались с A2000 против 960 Pro Собственно эти два SSD, которые были рассмотрены ранее, у нас будут противниками KC2000 Что и как устроено в этом SSD в сегодняшнем видео, ну и парочка оговорок из прошлого видео будет исправлена В общем все было не критично и не будем затягивать и поехали По своей сути накопители очень сильно похожи, но KC на ступеньку выше И KC использует 8-канальный контроллер Silicon Motion 2262ENG И я допустил небольшую оговорку, сказал что буковка G является как раз таки указывающей на количество каналов, но нет Именно цифра последняя говорит о том сколько каналов 62 это у нас 8-канальные контроллеры с любые вариации из буков А контроллер 63 уже является 4-канальными И как раз таки XT версия зарезанная без буфера памяти DDR3L Но возвращаемся к KC2000 Здесь у нас неплохой контроллер и для версии 500 гигабайт Используются две микросхемы DDR3L с частотой 1866 МГц И каждая объемом 128 МБ Суммарно у нас 256 МБ И это у нас в накопителе на 500 гигов Накопитель KC2000, который я использую уже довольно таки давно на 1 ТБ Ровно в 2 раза этот буфер больше И это дает свои плоды И к 8-канальному контроллеру и буферу памяти Добавили неплохую 96-слойную память TLC от Toshiba Которая гораздо быстрее относительно той, что стоит в накопителе A2000 И имея довольно таки неплохую конфигурацию Плюс интересные цифры, которые заявлены в производительности Плюс 5 лет гарантии Стоит посмотреть на то, что сможет противопоставить KC2000 Против своих противников Сегодняшних 960 Pro и A2000 Смотрим на результаты тестирования Важной и сильной стороной KC2000 является наличие динамического SLC кэша Что позволяет просто огромное количество гигабайт Запихать на накопитель с большой скоростью Здесь у нас около 60% или чуть раньше начинается просадка И эта просадка у нас идет также со скачками Но не такими дикими, не такими конскими, как у A2000 Но в принципе алгоритм работы у них очень схож Из-за работы контроллеров Silicon Motion Если мы посмотрим на рандомный сценарий То здесь в принципе KC2000 показывает себе даже еще лучше, чем A2000 И чем противник, самый главный 960 Pro И можно сделать вывод, что в принципе записью тут должно быть лучше Намного чем у A2000 И возможно он сможет противопоставить в реальном сценарии себя 960 Pro более интересно Перед реальным сценарием закинем через специальную утилиту Папку игры установленной Ведьма Которая весит 35 с хвостиком гигабайт И здесь у нас ожидаемо небольшой объем данных Залетел на данный накопитель Из-за умелой работы кэширования SLC динамического Получаем результат лучше, чем у A2000 И лучше, чем у накопителя Samsung 960 Pro Если мы переходим к сценарию заполнения одного и того же объема накопителей 3 То здесь у нас 960 Pro все-таки выигрывает У него не заканчивается SLC кэш И не переходит все в режим работы памяти непосредственно TLC И тут у нас гораздо выше скорость записи у накопителя Samsung Почти в два раза он быстрее, чем KC2000 Ну а A2000 просто огромную пропасть между ними составляет В плане времени закидывания себя на 95% Это очень важные данные, которые нужно учитывать Потому что для некоторых подобный сценарий очень-очень важен В линейном сценарии чтения 960 Pro показывает лучший результат Благодаря более быстрой памяти И в принципе довольно-таки хорошему контроллеру Samsung Хоть и старому на сегодняшний день Скорость же KC2000 гораздо ниже И в данной ситуации KC2000 конечно проигрывает Обходя хотя бы A2000 Но если мы перейдем к рандомному сценарию Где у нас уже контроллеры Silicon Motion умеют правильно и интересно работать То конкретно в этом бенчмарке мы получаем весьма интересные результаты Где 960 Pro оказывается на последнем месте Но тест AIDA все-таки неоднозначен И под него можно подстроиться благодаря прошивке и всяким ухищрениям Что очень часто бывает у некоторых производителей Поэтому CrystalDisk Mark то к чему еще проще подстроиться И здесь у нас KC2000 против Samsung Samsung все-таки показывает себя очень хорошо Но при этом KC2000 не сильно отстает Здесь также стоит отметить Что нагрев как у KC2000 так и у Samsung Довольно-таки высокий 70 градусов для накопителя Kingston 72 градуса для накопителя Samsung И если мы опять же посмотрим на работу с мелкими файлами То радует, что накопители потребительские подтягиваются и работают лучше Смотрим следующий бенчмарк для разнообразия Здесь более развернутая, более открытая Именно работа с мелкими файлами И как я считаю он более честный И здесь KC2000 не повторяет сценарий младшего брата У него нет такой просадки после полного заполнения И от 960 Pro он отстает, но отстает незначительно Что очень примечательно И это огромный плюс в сторону опять же KC2000 И вот теперь давайте подводить итоги касательно KC2000 Мы здесь увидели неплохую связку Восьмиканального контроллера и довольно-таки быстрой памяти Работу динамического SLC кэша И все это для домашней машинки должно пойти очень-очень хорошо Но вот дилемма Если бы этот накопитель стоил на тысячу-полторы дороже, чем A2000 Он бы был крайне годный и крайне интересный Но к великому сожалению этот накопитель стоит дорого Дороже, чем Samsung 970 EVO Plus И даже дороже или так же как накопитель 970 Pro от Samsung И вот здесь с Kingston Постойте, ребятки Если вы будете просить за накопитель KC2000 такой ценник Да, предлагаю пятилетнюю гарантию, которая в принципе есть у всех Да, предлагаю интересную работу SLC кэша Которая может стать сильной стороной И плюс еще все работает неплохо с рандомной записью Но не за те деньги, которые вы за него просите Потому что 970 серия более совершенно, чем 960 И вот тут вам стоит задуматься И если вы вдруг встретите внезапно за адекватные деньги KC2000 То его можно купить В моем случае терабайтный накопитель в начале января был куплен Как раз-таки под такие цели За очень адекватный прайс В районе 12 тысяч рублей В одном из магазинов И, собственно говоря, это клиентский SSD Который в итоге остался у меня Потому что, ну, комп так и не собирался А особенность SLC кэша мне, ну, была нужна Конкретно на этом SSD у меня висят все файлы Все видеозаписи, все фотографии Именно по клинике моей супруги И это такая очень важная хранилка Которая еще дублируется на жесткий диск Потому что все-таки, каким бы ни было SSD Крутым, надежным и хорошим Какую бы он гарантию не имел и ресурс Все-таки что-то может взять и отрыгнуть И напоминаю вам, что с SSD Восстановить очень-очень сложные Практически невозможные информации В общем, это заканчивает наш обзор И у Kingston есть неплохая попытка Ворваться в сегмент чуть выше среднего Что неплохо Да, ценник сейчас дико неоправданный То ли это из-за всеобщей пандемии То ли это из-за курса Но, ребятки Если это будет стоить дороже, чем А2000 на 1500 Будет очень хорошо Но если это будет стоить дороже, чем Samsung Прямой, более производительный Более высокоуровневый конкурент То этот продукт, к сожалению, останется Ну, лишь тем вариантом Когда было нечего брать На этом все Ждем КЦ-2500 Посмотрим, как он справится Как он покажет себя Там что-то более интересное Возможно, будет главное Чтобы не вездесущий FIZON E14 Который сам по себе Хуже, чем данное интересное решение На базе восьмиканального Silicon Motion 2262 ENG В общем, ребятки Большой палец вверх С вас подписка на канал Если не подписаны Как много? Больше комментариев снизу И всем хорошего настроения Выбирайте SSD накопитель правильно Всем пока!